С появлением в мире множества препаратов и свободного доступа к доказательствам здравоохранения увеличиваются риски неправильного толкования сложного содержания. При этом вероятность того, что человек получит полную информацию о лекарствах и лечении, например, в сети интернет, очень мала. Обеспечить доступную и достоверную информацию для поддержки правильного принятия решений по лечению призвано Кокрейновское сотрудничество. 37 тысяч членов Кокрейновского сотрудничества из более чем 130 стран работают вместе, чтобы разрабатывать достоверную и доступную медицинскую информацию, свободную от коммерческого спонсорства. Это такая отличная теоретическая работа, которая выявляет лекарства, те, которые действуют, те, которые не действуют и выкладывает в открытый доступ те препараты, которые хороши и действительно обладают минимальными побочными эффектами и максимально нужным эффектом. Потому что в нашей сфере фармации, фармакологии, действительно, вы сами понимаете, очень много лишнего, дорогого и малодейственного. Даже при большом желании вы не найдете место или офиса, которое бы называлось Кокрейн, потому что его авторы базируются по всему миру и большая часть их работы осуществляется в режиме онлайн. В России Кокрейн базируется в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Представлен он командой клинических фармакологов, которые работают с сетью экспертов 2003 года. Кокрейн ведет свой основной основополагающий проект по разработке доказательств. И в рамках этого проекта мы разрабатываем как научные сотрудники Кокрейновские систематические обзоры и проводим обучающие семинары для того, чтобы готовить новых исследователей, которые были бы готовы к тому, чтобы разрабатывать Кокрейновские систематические обзоры. В рамках этого проекта мне бы хотелось сказать о большом успехе нашего Кокрейновского систематического обзора церебрализин при остром ишемическом инсульте, который нам удалось обновить трижды за последние несколько лет. Научно-образовательный центр доказательной медицины Кокрейн России Казанского федерального университета вносит вклад в разработку систематических обзоров по инфекционным заболеваниям, инсульту и эпилепсии. Также активно ведется масштабный проект по переводу обзоров новых препаратов на русский язык. В будущем Кокрейн в России планирует расширяться, ведь уже сейчас намечены большие цели. На дальнейшее развитие ведется поиск заинтересованных лиц, поддерживающих доказательную медицину.